Такое видео на ютуб все равно не пропустим, Вася. На ютубе будешь с закрашенными сиськами потом. С черными, хочешь? Привет. Простите за интернет, задолбал. Такое ощущение, что его ветром сдувает. Становишься в какую-то точку и ходишь здесь как с миноискателем. Вроде интернет ловят, а потом раз и все. Это тот чувак из РЕН-ТВ. Нет, это моя мазь. Тот чувак из РЕН-ТВ держит телефон. Голяя? Почему голяя? В трусиках. Пляж для нудистов? Нет, пляж для обычных людей. Им приходится терпеть. Бедные люди, да? Как уменьшить ягодичные мышцы? Кирилл, вы серьезно? Перестать комплексовать по этому поводу и радоваться тем, что остальных это бесят. Я грудь вполне красивая, будет еще красивее. Видишь, где? Ну, как только мы отходим от лежака, то искупается она. У меня топливо загорает, тоже зачем лишние разводы на теле. А потом одевает его. Сколько стоили массивные сисечки? У нас хороший друг пластический хирург, так что у нас все нормально. Так, они уже 105 при ногах 63. Ну, есть такое, в зависимости еще от роста. У меня много знакомых ребят в зале, у которых при высоком росте и небольшом весе. Таких же примерно на параметрах ног 63-65, сзади тоже 105-106. У меня вот 118, а нога 70. Так что не так все страшно. Так, где я? Я в Доминикане. Начался вообще предупреждать партнер с того, что мы говорили о том, что с маской сейчас поваляемся и будем записывать видео о топ-10 самых надоедливых вопросах для шпака. Самые надоедливые вопросы. На хрена красишь глаза? На хрена красишь ногти? Гелия? Что за шрамы под грудью? Так, что? И надо еще, короче, пятерочку вопросов придумать. Ты кто? Да, но ты кто? Это вообще ужасно. На это будет самый легкий ответ, да, наверное? Единственное, что меня обижает, ты кто? Я уже думал, что меня знают, в общем, все. Заочно так куда ни плюнешь, все обо мне где-то так или иначе что-то слышали. Так, ты Масе привет, ты передай от нас. Чего отдельно лежит? Все, видел, передали. Так, привет, березники, привет. Почему без лишника? Это вы жалуетесь или это у вас просто изумление? Как вы учили зрение Масе? Масе для меня практически особо не любила фруктов. Сейчас она фруктов ест море, витаминов постоянно, время от времени гормон роста. И как-то все это повлияло на то, что один глаз был минус 4, а второй минус 2, 25. А сейчас все это превратилось в 2,75 и, по-моему, 1,25. Так что мы изменили зрение почти на полтора единицы. Показать поближе? Ух ты. Поближе подокажу, интернет пропадет. Как относится папа к твоей внешности? Как мой папа относится к твоей внешности? Шикарно. Натру тебя маслом. Женя какая-то вещь в такой виде не выложит, зато с удовольствием посмотрит. А чего еще? А что такие одинокие грустные сердечки сейчас заснули в России? Это у нас в 8 утра, у вас 3 часа дня. Во! Так, зум. Так, ну, кстати, да, точно. Здесь же есть зум. Слушай, да, зум так неплохо смотрится. Вообще нормальная картинка. Мася, ты не поверишь, я на зум нажал сисички. Было 160 подписчиков, стало 212 буквально за 5 секунд. Вот. О, смотрите, они затряслись. Ребята, давайте, приглашайте всех остальных. Мася, посмейся еще немножко. Ох, вот это крутяк. Мася, 250 подписчиков, давай. Делай это, смотри. 260, Мася. 265. В прошлый раз, да, мы, Мася, ну, попу тут немножко поснимали. Что-то у нас сразу 4 тысячи подписчиков стало. Мася, 290, 300. Подписчиков уже начинает шкалить. Сейчас зависит у нас. Вот так вот. Ох. Трусики достаточно хорошо спущены, да. Так. Вы не ревнуете ее? Не знаю, у меня в понимании смотреть не трогать. Мне тоже сейчас спрашивают, ааа, как так можно свою собственную жену, блин, показывать голой? Так она голой здесь загорает, и не все смотрятся. Собственно, как-то вот так вот. Вы же, когда красиво одеваетесь и полупрозрачная прасть, сплати, специально подбираете под это нужную комбинацию. Вы же понимаете, что она просвечивает. И на вас смотрит. А я вообще за то, что добрость – это нормальная абсолютно вещь. Так. Сколько денег в Амстердаме на двоих на неделю? Смотря куда ехать. Мы заплатили за отель 80, но он явно того не стоил. Можно было отель брать где-то попало дальше. И, соответственно, стоил он в этом случае, наверное, тысячу 45-50. А когда мы начали понимать, что надо кушать не на улице в кафешках, а затариваться в их местных гипермаркетах, то стало вообще все гораздо проще. Но я думаю так, что с перелетом совсем в неделю можно было ложиться 1130. Вот. Пляж общественный. В Доминикане все пляжи общественные. Они не принадлежат отелям. То есть вот территория отеля, где мы сейчас находимся, она принадлежит отелю. Отойти к морю и там, соответственно, будет уже государственная вся территория. Саня, ты хоть загорел сам-то? А куда мне загорать? У меня татуировка. Мне нельзя. Оп. Что тут у нас еще хорошего? Покажем вам обстановочку. Пальмочки такие. Это небо. Увеличивать грудь больше и все испортить. Так. Попу намазать. Если я отсюда встану, у меня получится, что я все сорву. Силикон. Да, силикон. Меня очень сильно радуют на самом деле девочки и мальчики, которые начинают фу, это силикон. Ну как у бразильских бабушек, все говорят, вау, это круто. Ну, за исключением тех, у кого какие-то комплексы стеряят типа. Малосисек? Мася, 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 Мася говорит, малосисек. Малосисек. Да. Где это? Это в раю. В раю же все коленькие ходят. Я же не сняла. Да. Хорошо, как связь не вылетает. Ветром ее не сдувает сегодня. О, вот такие вот у нас сегодня кадры. Нельзя загорать груди. Это кто сказал. У нас там все аккуратненько. Сверху плюс у нас татуировочка на сосочках. Такая бледленькая. Она прикрывает все. Ну, собственно, вот так вот. Плюс маска загорает только в утреннее время до 9 часов утра. Вот так вот. Говорят, вагину покажи. У него очень разврат. Да, говорят, разврат. Меня покажи. Так. Смотри. Оп. Сейчас подписчики такие вниз. Показать татуху? Ну, как я вам ее покажу. Попа натуральная? Пока у Машки попа натуральная. Но скоро будет не натуральная. Так. Что делали? Груди делали. Все в России. Санкт-Петербургский институт красоты. Наш врач Лариса Батразовна Маурова. Вот. Все мои клиенты, подопечные, девочки. Всех отправляю туда. Так. Покраснел. Да я всегда красный. Я в топе. Я в топе вообще постоянно. На самом деле, в прошлый раз у нас топ был гораздо больше. Счастливой, сколько вышла путевка. У нас везде друзья. От пластической хирургии, стоматологии до Турфирмы. Моя хорошая очень подружка. Она владелец Турфирмы. Собственно, вот так вот. На самом деле, путевки в Доминикану стоят от 170 тысяч на две недели. Можно поехать более-менее сносную четверку на двоих. На 14 дней. Все включено. В общем, сосок не закрываем. Да, не закрываем. Чего закрывать? Маска вон сейчас на спинке лежит. А в утреннее время здесь свет такой рассеянный. Ничего страшного. На самом деле, вы правы. Надо прикрывать его. Так или иначе. Ну, вам не угодить. То себя покажи, то ее покажи. Так. Покажи свою... Вадиму, кошмар. Вот у вас фантазия, да? Вам нужен на другой сайт. Так. Давай, говорит, жену показывай. Начнем такие куйки. Сляваться удобно. Очень прикольно. Сколько Маске лет? 16. Моречко. Моречко. Моречко здесь шикарное. За это моречко можно все отдать. Вот такое здесь моречко. Конечно, я куйки делал. Вы что думали, они у меня самообразовались, что ли? Ногти накрашены? Да. Конечно, накрашены. А что будем не краситься? Так. Чего у нас сегодня хорошего? Вчера записали ответы на вопросы. Больше их пока не принимаем. Сегодня будем записывать вторую часть, которые были в ВК. Снимать будем мою тренировочку. И снимать топ-10 самых тупых вопросов в Шпаку. Кстати, вопрос, накрашен ли ногти, как раз туда входит. Так. Про куйки тоже в плечи. Вопросы. Масек. Почему такие куйки? Вот молодец парень. Шестой вопрос задавали. Это седьмой. Седьмой. Осталось три вопроса набрать. Лицо покажи, да? Не, не покажу. Нет. Так. Кто-то все пропустил. По поводу анаболитических стероидов мы не консультируем. Оказательно, я здесь уже показывал. Какой твой вопрос любимый? Не знаю. Какой? Интеллектуальный какой-нибудь. Саня Дерпальмом пусть свалится. С ним может свалиться кокос, тогда свалюсь я. Так. Попу лучше накачать, чем силикон. Ну, конечно, лучше накачать. Я так даже делал в течение 15 лет. А потом поставил силикон. Потому что накачанная попа силиконом все равно будет лучше, чем накачанная попа без силикона. А вопрос про НТВ тоже включил в список. Ну, а не знаю. На самом деле НТВ более подробное. И вообще в ГТРК все начало. Началось-то все с ВГТРК, потом уже все остальное. Так. Твое лицо как у бабы даже. Да. Я даже стремлюсь. Только не надо девушек оскорблять. Девушки не девушки. А бабы, они где-то, видимо, у вас. Когда пойдешь в плац и нырять. Я вот пошел. Телефон промокли. Так. Надо три вопроса придумать. Давайте. У вас же товар. Вы же должны придумать, какие еще три есть. Других вопросов, которые меня обычно задают. Мася, хочешь стать матерью? Да. Да. Ваши женщины, что ли? Нет, нет. Так. Да. Когда тело пристили, что такое? Да. Вопрос, кстати, да. Меня что, уже выпустили? Меня, да, не сажали. Зачем что-то ставить искусственно? Не, ну я понимаю, если вам, наверное, 30, 40 или 50 лет, и у вас сиськи висят на разных уровнях, они совершенно кривые, живот висит после нескольких родов, то, конечно, зачем же себя изменять? Модно же ходить так, а можно поставить им бантики, сделать красивую подтяжечку, удалить лишнюю кожу, и будет все шикарно. Дети пугаться, когда тебя видят. Нет, как раз дети, это более искренние, чистые существа, и у них нет этих стереотипов, которые есть у взрослых. Вот взрослых, и как раз я виду, как дебил, а дети виду себя нормально. Так. Самое тупое, ты что, женщина? Да, 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 да. Или из варианта, блин, скажите мне, кто-нибудь это вот мужчина или женщина? Есть такое, спасибо. Так, а зачем ты лицо красишь, как педик? Ну, вот видите, как педик. Соответственно, был бы педиком, я бы его красил. А да, он у меня в татуировке, соответственно, значит, не педик. Вот тоже хороший вопрос. Саня, вопрос про занятие сексом тоже в крыше. А что-то не так часто его задают. Искорем балуетесь? Нет, это же Доминикана. Это Доминикана, что вы? У нас здоровый образ жизни, мы балуемся Ромом. Сколько раз сексом занимаемся? Ну, да, такого просто примерно не задают. А вот ты хитрил. Друзики сняла? Нет, друзики оставила. Вы что? Видите, он у него так маленький, полоска. И она их то спускает, то поднимает. Так, и про детей. А, да, кстати, молодцы, Мась. Про детей вопрос. Запомнила? А, ну, мы потом что, пересмотрим трансляцию, все увидим. Боишься одиночества? Нет, я о нем мечтаю. Наркозов стольких не боитесь? Нет, наркозов мы не боимся. Наркоз уже давно стал совершенно другой. С каждым годом они становятся более современные. Вот, а бразильские бабушки вообще делают среднюю две операции в год. И получается в 53-м годах у них примерно около 50 операций. Так все нормально. Да, я через 6 часов уже сажусь за руль и еду. А куда будем ставить массу импуантов попу? Как куда? Туда, где они должны стоять. Во внешнюю, такую верхнюю половинку-серединку. Ну, мы же уже набрали с тобой в попе 11 сантиметров. Мы же с массой два раза набирали массу. И теперь при тех же 64 килограммах, что они были ровно год назад, масса плюс 11 сантиметров задницы. А, да, вопрос про тюрьму надо будет записать. Хорошая же попуня. Хорошая, будет еще лучше. Вы курите марихуану? Нет. Один раз я курил марихуану. Это было в Амстердаме. Нет, два раза там было. Это был ужас. Фу, фу, бля. Так, твою жену даешь на ночный прокат? Да, да, даю. Прайс начинается с миллиона долларов наличными. Или евро, Мася. Мы как берем? Мася говорит, евро берем, доллар уже не берем. Так что, собственно, как только вы приходите с чемоданом. С чемоданами ходят. А, ну да, еще фейс-контроль, да, Мася? Да. Короче, вы должны пройти Мася в фейс-контроль, принести чемодан долларов или евро в размере 1 миллион. И там тогда мы с вами поговорим. Пока этих вопросов и предложений нету, собственно, можно даже не обсуждать. Швы на попе где будут? Швы будут между копчиком и с финкером, так что они там абсолютно не видны. Да и шва там на самом деле нет. Он зарастает очень быстро. Она изменяет тебе часто? Мася, ты не часто изменяешь? Не, не часто говорит. Кстати, тыщешь покемонов? Простите, а покемоны это кто? Так, Саша Russian Crazy. Да, это так. Шоколадные сердечки для вас из Казахстана. Ника. Спасибо, Ника, огромное. Причем тоже даже красиво написала. Шоколадные, а то все пишут коричневые, коричневые. Шоколадные. Убьешь ее за измену? Нет, конечно, я ее люблю, да, она вроде не изменяет. Пока. Кто тебя поставит, ты видишь достояние республик. Спасибо большое. Кем работает Илья? Директором и моим продюсером. Или сутенером. Ты мне кто? И то, и другое. Саня, в какой семье ты воспитывался? Расскажи про себя. Есть интервью на Ютубе, целых пять интервью по часу, где мы достаточно полностью публично раскрываем свою семейную жизнь. Браки, где воспитывались, как росли, собственно, вот так. Саша, ты наш покемон. Спасибо. Предлагаю тебе сделать селихоновый критер, правда, я не усек зачем. Не знаю. Они расскажут о всех людях. Так, ты гей, да, этот вопрос уже был. Он на Ютубе даже отдельно заснят, но в топ-10 он обязательно войдет. Так, а не все успел прочитать, привез в Украину, Украине тоже. В Масе сколько было браков? На Ютубе все есть, в Масе был один брак. Саня, вопрос, забывай про тех, кто путает татуи и наколки. Ну, это уже даже не топ-10, наверное, просто отдельно. Потому что, да, наколки, протоки у людей низкоубитое восприятие по поводу, зачем это делается. Хотя, единственное, порой бывают именно наколки. Так. Силиконовый мозг, силиконовый мозг, кстати, силиконовый мозг, штука хорошая. Меньше раздуньей, разочарований, вообще живешь себе так легонько и хорошо. Так, а если Масе третью грудь не хочет, я ей предлагаю, говорю, хочешь стать фриком? Она говорит, нет. Я говорю, ну ладно, та третью сишку делать не будем. Была такая идея, молодцы. Креативно мыслите. Показать Маску, хочу ее показывать. Маска попа кверху лежит. Доделал глаза, как хотел? Нет, не доделал. Мам-мам-мам-мам. В середине августа или в конце августа мы доделаем третий раз подожжем татуировку. Если она уже нормально уйдет на глазах, то после этого будем убивать. На животе осталось совсем немного жира. Как его убрать? Да, можно просто триамбурочка пару дней аккуратненько побить. По две половиночки и будет нормально. Саша второй язык себе сделает. Второй где? Так, почему бровей нет? Бровями, короче, что было. Брови выжжены. Они просто выжгались гораздо быстрее, потому что пигмент был, походу, полегче уходил. Скоро будут и красивые брови, и реснички, и стрелки. Все будет хорошо. Чего не услышала? А-а-а! А я не помню, что вы задали. Так. Чего? Саша, не хочешь ли, как у змеи, раздвоенный язык? Когда-то хотел. Была первая моя операция. Очень сложная. Девяти числа от фронтопластика. Я менялся после черепа. Переделывал себе лицо. И что-то я чуть не кракнул во время этой операции. Точнее, после нее. Поэтому в тот момент я хотел сделать раздвоенный язык. Его не стали делать. А после этого что-то я уже не хочу. Брат, приезжай в Дагестан. Мы хотели в этом году попасть в Осетию. Но, наверное, у нас уже не получится. Мои подружки, пластическому хирургу. Чего-то у нас с графиком не влезает. Хочу ли рожки? Нет, рожки не хочу. Есть дети? Нет. И не будет. Свои какие мультики в детстве смотрел? Есть покемонов, не знаешь. Я несколько раньше родился. Я смотрел. Ну, в том числе, все смотрели на мои любимые. Это были Утиные истории. Что у меня еще было любимое? Черный плащ. Ну, Чипыдео, точно, Чипыдео. Я же такой вырос. Шрам под грудью. А-а-а, не успеваю читать. Мася, Мася, падают просмотры. Нужны сиски срочно. Да, давай. Давай, срочно. Поднимем. А то мы выходим из топа сейчас. А то мы Джерри. А то мы Джерри смотрел, да. Так. Просто сейчас сразу посмотрим, как у нас реагирует на все на это интернет-пространство. На обу татуху добивать не хочу. Саня, почему на РЕН-ТВ тебя представили, как ТРАНСа. Ну, так им же нужно тоже просмотры ставить. Вы понимаете, какое количество рекламы вообще продавалось за все то время, что меня рекламировали в течение 5 лет по всем каналам. Мы здесь тренируемся и постоянно. Единственное, Машка сегодня делала утреннюю тренировку. Пропустила. А так у Машки тренировка где-то начинается с 11 до пол первого. На полтора часа крутит эллипс или степ. А потом после обеда где-то часиков в три мы идем вместе тренироваться. Вот, собственно, вот так вот. А, не услышали, что пропить? Три ампур. Три ампур. Только не заупотребляйте, пожалуйста. Я своим клиенткам вообще это в самом начале не даю. Потому что действительно вода уходит очень хорошо. Жировое масло дистрофируется моментально. Но это вредно для почек. А, соответственно, это можно делать после перелетов. После того, как переели соленого, после того, как побухали. Вот. Но стараться не делать чаще, чем пару раз в месяц. Не делать больше, чем две половинки. Это будет чего? Ампула? Нет, это таблетки. Три ампуры еще раз. Запомните. Вот. Раньше он назывался банально фрусимидом. Саня, там утка в золоте купалась. Прикольно. Где утка в золоте купалась? Так. Виктория. Виктория, привет. Саша Пирсинг не хочешь сделать? У меня есть. Прямо там. Вон там, в смысле, это там. Умирать в одиночестве, не боишься без детей? А, прямо. Вы считаете, что ваши дети будут смотреть, как вы корячитесь? Не рассчитывайте на это. Даже на стакан воды. А то, умирая, вы еще будете разочаровываться, что не получили то, что вы ожидали. Вот. И вообще, жить с мыслями о смерти, это примерно как сразу пойти уже и крякнуть. Так что, нет. Чего? Все? Вопросы стухли? Вот, Мася, целые фотки делают для тебя. Так. Утиные истории. Ну, утиные истории. Конечно же, мы смотрели. Это было классно. Черный плащ говорил, да. Алладин мне нравился. Алладин? Жасминыч? Да, на Жасминыч я даже несколько раз это... Грудь некрасивая, честно говоря, да? Ну, тогда вы сегодня в топ-1. Нет, топ-2. Вы уже вдвоем. Кому-то еще не нравилось. Так, Саня в утиных историях. Утка плавала в золоте. А, утка. Это уже был скруч-макдак. Ёка к кипалке. Какие импланты у Ирины? 600-ые. Но смотрятся реально небольшими. Будем переставлять их выше, будем ставить их с более высоким профилем, потому что сейчас высокие, а будет сверхвысокие. Но это уже когда-нибудь в будущем. Большие сиси? Да они небольшие, маленькие. То есть теоретически они должны быть шестерочка, а смотрятся они, в общем, как четверочка. Грусть крепкая, конечно, стоит как орешек. Я когда тону, сразу держусь, как руки. Помазать? Помазал. Скруч-макдак, да. Две подушки безопасности? Да. Мальчика катается все время со своими подушками безопасности. А скоро еще будет сидеть на своих подушках безопасности. Как относится к этому, что девушка голая? А как они могут к этому отнестись? У каждого отеля есть правила отеля. Причем неважно, какая это страна. Даже если это мусульманская страна, типа как Бали. Если в правилах отеля не написано, что запрещено загорать топлив, то, соответственно, мы там приезжаем. Если начинаются вопросы по тому, что загораем топлив или никак, я говорю, выселяйте нас из отеля, а я подам своего туроператора. Развязывайтесь с туроператором. И сразу пропадают лишние вопросы. Соски уменьшили? Да, разумеется. И, кстати, это тоже прикольный вопрос. Многие девочки не соображают, что сделал сиськи. Можно уменьшить соски. И, соответственно, в общем-то, ходят с большими сосками. Может, экономически кому-то нравится, но большинство девочек реально почему-то до этого не догадываются. А врачи не тоже предвозят. Мариолу соска, но по большому счету, да. Саня, как часто? У нее же масса сиськи. Постоянно. Это моя жена? Да. Вроде мне здесь не страдаю. Вроде своей жене масса сиськи. Что по поводу рака сисек? Рак сисек? Рак сисек, да, это бывает. Это достаточно часто у девушек. Вот, но мы делаем УЗИ раз в годик, и все нормально. Так, у нее еще 40 сосков осталось. У всех она остается. Единственное, что бывает, что на 6-8 месяцев она пропадает, а потом потихонечку, а не менее, проходит, и становится все нормально. Пусть попу покажет. Платите бабки, да, покажет. Какая фирма импантов? А я не помню. Либо Макгана, либо Натурель. Собственно, вот так вот. Так, обычно фуросимид его пропить. Можно фуросимид пропить, но уже давно есть следующее поколение, Триампура. Да. А так можно, что ли, показывать? А что, нет, что ли? Это же перископ. Порнографии нету. Никаких действий обреченных сексуальных характеров нету. Но можете, кстати, пожаловаться. Где море? Вы хотите море? Сашка, как устанется после тренировки, а то усталость постоянная. Как усталость постоянная? Усталость постоянная, нужно как-нибудь менять. Первое. Есть янтарная кислота. Второе. Витамин С по 2 грамма в день. Третье. Можно себе купить легкий энергетик и в небольшом количестве добавлять его постоянно в какой-нибудь лимонадик. И тогда вы будете взбодрены. Но сильно этого долго не делать, потому что самая янтарная кислота, не хотелось бы пить ее больше трех недель подряд. И на помощь у нее сильная кислота. Сашка, какое время лучше для тренировки и за сколько часов есть? Время для тренировки любое, когда вы чувствуете свою активность. Зачастую мы работаем, вычтем тренироваться либо утром, либо в обеденный перерыв, либо вечером после работы. А за сколько есть? Да, можно, если за 30 минут вопрос, насколько у вас быстро все переваривается и какую пищу едите. Но уж точно не стоит хавать пельмени. То есть что-то легкое перед тренировкой однозначно можно. Обычно это фрукты быца, самый лучший вариант. В паспорте так же выглядишь? Не, в жизни я красивее. А в паспорте я вообще страшный. А если голые коллеги по работе увидят? Господи, Мася с тебя голые коллеги по работе увидят. Она и на работе почти голая ходит. А сейчас надеемся. Она с детства на диск. А сколько лет у тебя был секенс? 20. До этого вручную. Это в России? Да, конечно, в России. О, видите, сзади как раз на моем фоне пальмочки. Она очень похожа на Россию. От гинтарной кислоты какие побочные эффекты? Да, практически никаких побочных эффектов. Это вещество входит в все самые дорогие антипохмелины. Оно снимает лишнюю интоксикацию. Оно поднимает ресурсы организма. Но за счет ресурсов организма мы его принимаем, и мы их не истощим полностью. Так, почему белый лоб? Пат, потому что на нем защитка, пал, ташка. Собственно, вот так вот. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Саня, как ты мог с 17-летней? Вы имеете в виду мои предыдущие браки? Так она была не 17-летняя, а 15-летняя. За себя постоять можешь? Я за себя могу и постоять, и даже полетать. Алкоголь на отдыхе, разумеется, и постоянно. Но в небольших количествах. Это мог быть бокал Мохито, либо Ромко, вечером. Сколько там? Рома. 50 грамм, наверное. Мастер, это супер просто. Для нее сиреневые сердечки. Это у нас Виктория Майер. Так, вид классный. Покажи, если... Да все, уже, если... Показывали столько, что уже... Даже не смешно. Один раз очек показали, потом в архиве, в том еще раз показали. Друг говоря, использовали прогресс рекламы. Все старое, как мир, да? Женская хитрость, флирт, сиськи и попа двигают прогрессом. Я могу вам показать свои, если упали. Что-то подписчики упали. Саня композиция раздрался, конфликтовал. Лет, наверное, так 10 назад. Сколько минимум лет было твоей жене? Ребята, на ютубе есть информация. Называется интервью. Там 5 часовых интервью, где мы все рассказываем. Я обожаю, когда в суд пишет слово-медофил. По российской конституции, может быть. И то, если есть заявление. Если нет, то она нет и суда нет. Так, ну что? Как относишься к тесаку? Кто это такой? А в драке не боишься, какой тесалман? Так я не дерусь. Собственно, вот. Так, вы искали и не нашли? Отлично. Саша Шпак, канал нашли на ютубе, да? Так вот, если вы нашли канал Саша Шпак, там смотрите интервью. Там даже раздел, говорит Мася, есть интервью. И, собственно, там все, вот. Так, по поводу вопроса, а вдруг. А вдруг бывает пуг. На самом деле, если бы, само сослагательное направление, которое мешает жить людям. Они начинают фантазировать, как бы я кого-то ударил, или как бы я кому-то ответил, или что бы было, если бы я не пошел, этого бы не сделал, этого бы не сказал, и вместо того, чтобы жить нормальной жизнью, паритесь со своей фантазией. Вот у тебя Мася? Мое все. Кто она мне? Муж она мне? Да? Говорит, да. Так. Руки у тебя, как у тигра. Не, у тигра больше. А, у меня такие маленькие, вампирские. На самом деле, форма была экспериментально найдена, потому что первые два или три варианта ломались. Сколько градусов температура воды? Она шикарная. Порядка, я думаю, от 39, наверное, 28 с утра, а днем, я так понимаю, доходит до 31. Ну, то есть, вообще шикарно. В последний раз такая же вода у нас была на тайских каникулах в лагуне, когда мы купались. Очень похожа на тематическую пару. Тематическую? А тематическая это какая? Вы про БДСМчик, да? Где отдыхаешь? В Доминикане. Как использовать свои куки в быту? Надкусывать массе фрукты. Там 5 часов смотреть? Нет. Там интервью в среднем от 40 минут до часа. Поэтому вы открываете тот, который вам нравится, про мои браки, про Масины и тому подобное. И, собственно, будете смотреть то, что вам нравится. Как относиться к магазинству? Никак. Там на Ютубе тоже есть информация. Я уже жил, мне не понравилось. У тебя костюм Дракова есть? Да. Красненькие стримки. Саня, употребляешь ли ты матерь? Да, когда еду за рулем. Матерюсь почем зря. Водители меня убивают. Особенно на джипах, которые притормаживают на равном джипе перед полским полицейским и делают так. И чигук, и чигук. Вот их хочется придушить сразу. Вот. Ну, чего, давайте еще 2 минутки, и мы с Маской пойдем купаться. Да, БДСМ. Но БДСМчик тема хорошая, я смотрю его тоже в теме. Вот. Как же без него? Его просто не надо приводить полностью в жизнь, а использовать как маленькие развлечения. Так. Саня за жену мордопичком разобьешь. Ее никто не обижает. Кто же красивую девушку будет обижать? Кого детей пугают? Да, дебилы или гофрены. Покажи ногти. Увидите. Есть в конце видео, почему Шпак красит ногти. Хорошего вам отдыха. Спасибо. Все. Мальчики, девушки, давайте закругляться. Есть вопросы? Нет вопросов? Нет вопросов? Нет вопросов? Нет вопросов? Нет вопросов? Нет вопросов? Так. Как называется твой канал? Ну, вы вообще меня обижаете. Саша Шпак называется мой канал? Все. Пока. Опа. Ох, мой телефон. Мася, купи у меня телефон, который вообще не работает. Ты его жмешь, жмешь. Жмешь, жмешь. А он не выходит из трансляции. Сейчас буду матом ругаться.